Приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке живой недвижимости города Чернигова и Черниговской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы также с вами разберемся, что такое колебания и тенденции, и какие факторы влияют на развитие рынка недвижимости в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Чернигова. Мы будем говорить о колебаниях. Это краткосрочные явления, которые протекают на рынках. Период исследования август-сентябрь 2020 года. Друзья, колебания никто не изучает, не исследует, не анализирует. В силу того, что на колебания влияют внешние экзогенные факторы, которые находятся вне экономической системы, поэтому их достаточно сложно или же невозможно предугадать. К таким из факторов относится внешний фактор COVID-19. Кто бы мог себе подумать, что вот такой фактор станет триггером мирового экономического кризиса. Итак, возвращаясь к рынку недвижимости города Чернигов, мы видим, что за период август-сентябрь наибольше всего подешевела недвижимость в Новозаводском районе минус 0,45%. Меньше всего подешевела в Беснянском районе минус 0,23%. Мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Это квартиры, построенные в период с 1950 до 1992 год. Друзья, как вы уже знаете, количество квартир, которые эксплуатируются на территории Украины, в 17 миллионов 100 тысяч квартир, большая часть из которых принадлежит вот именно к этому классу, а точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Такое большое наследство в виде жилого фонда нам осталось после развала Советского Союза. Мы также в течение года по всей Украине наблюдаем порядка полутора миллиона квартир данного класса, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она репрезентативна и однородна. В сентябре месяце мы видим среднюю стоимость квадратного метра в целом по городу 433 доллара, что показало нам отрицательную динамику снижения минус 0,23%. Ну, о перспективе данного класса мы поговорим и о тенденциях. Мы поговорим в следующем слайде. Перед вами инстаграмма. Как я уже говорил, мы будем говорить о тенденциях. Это долгосрочные явления, которые протекают на рынках. Мы также знаем, что именно тенденции изучают, исследуют и анализируют люди, которые занимаются подобным видом деятельности в силу того, что на тенденции влияют внутренние эндогенные факторы, которые находятся внутри экономической системы. Также мы с вами знаем, что рынок недвижимости – это сложная, саморегулируемая социально-экономическая система с обратными связями. Итак, давайте разбираться, какие факторы влияют на эту систему. Один из важных факторов – это соотношение спроса и предложений на рынке, в данном случае недвижимости. Также инвестиции, которые заходят на рынок или же не заходят. Мы также с вами хорошо знаем, что рынок недвижимости активный только тогда, когда активно развивается экономика. Только в таком варианте у людей, которые работают, есть возможность откладывать деньги на приобретение недвижимости. Появляются новые фабрики, заводы, появляются новые рабочие места, появляются новые субъекты хозяйственной деятельности, и человек может уже себе кладывать деньги на приобретение недвижимости. Кто-то приобретает квартиру, кто-то дом, кто-то коммерческую недвижимость. Еще раз, друзья, повторю, все это возможно, когда работает экономика. К сожалению, это не про нас. Итак, перед вами гистограмма, период исследования. Сентябрь 2019 год. Мы видим стоимость квадратного метра 426 долларов. И уже в сентябре 2020 года мы видим стоимость квадратного метра 433 доллара, что показало в годовом измерении нам положительную динамику плюс 1,64%. Давайте посмотрим на восходящую гистограмму, которая мы видим в августе месяце стала менять свое направление. Город Чернигов один из многих, который входит в северо-восточную территориально-экономическую зону, который, в общем-то, рынок недвижимости отреагировал не в марте, не в апреле, как это в других, а аж посмотрите в августе. До этого мы видим тренд положительный растет. И вот уже с августа месяца мы видим снижение стоимости квадратного метра. Итак, о перспективе данного класса жилья. До конца года мы не увидим отрицательной динамики, то есть не будет снижения, как по всем другим городам, минус 1% в годовом измерении, а скорее всего будет динамика останется положительным, где-то порядка роста 1,50%. То есть 1,5% к концу года мы увидим незначительного роста на вторичном рынке. Вот так, друзья, ведут себя города, которые вроде бы находятся в одной территориально-экономической зоне, но процессы происходят везде по-разному. Итак, мы будем сейчас говорить о квартирах эконом-комфорт бизнес-класса. Это квартиры, построенные в период современной и независимой Украины. Повторюсь, что на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир, и всего лишь 1 миллион 900 тысяч квартир относятся к этому классу. Эти квартиры отличаются от социального жилья большими метражами общей жилой площади, более развитой инфраструктурой, ну и более, понятно, что комфортными условиями проживания. Мы также в течение года в целом по Украине видим, что количество квартир, которые относятся к этим классам и выставляются для продажи, достигает порядка 200 тысяч. То есть выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. В сентябре месяце мы видим стоимость квадратного метра по городу Чернигов достигла 512 долларов, что не показало нам ни отрицательной, ни положительной динамики снижения. Единственное, что в Деснянском районе мы видим незначительное снижение за этот период времени минус 0,20%. Ну а в перспективе данного класса жилья, как я уже и говорил, весь вторичный рынок покажет в годовом измерении нам положительную динамику плюс 1, плюс 1,5% в годовом измерении. Следующим слайдом мы с вами будем говорить о интересном показателе, который мы формируем на основании данных, которые мы получаем в Министерстве юстиции. Это количество транзакций. Будем сравнивать первое полгодие 2019 года с первым полгодием 2020 года. Вы можете посмотреть структуру транзакций, сюда входят договора о куплепродаже, умены, дарения и так далее. Цифры тоже есть. Мы будем говорить уже о тенденциях, то есть долгосрочные явления, которые мы наблюдаем на рынке. Будем говорить исключительно о договорах купли-продажи квартир и жилых домов. Друзья, мы видим, что в первом квартале 2020 года общее количество договоров купли-продажи в Украине достигло 58 024 доллара купли-продажи, что практически на 24% меньше, чем это в первом полугодии было 2019 года. Где в абсолютных цифрах мы видим, количество договоров купли-продажи достигало 76 264 договора купли-продажи. Друзья, это говорит о том, что рынок недвижимости реагирует на кризис, где меньше и меньше денег. И естественно активность рынка снижается, как собственно говоря и всех рынков, которые являются сегментами украинской экономики. Это уже тенденции, которые мы будем наблюдать до конца года и весь следующий год. О чем я буду вам сообщать в следующих своих видеороликах. Ну и пришло время поговорить о первичном рынке. Квартира эконом-профорт бизнес-класса. Это жилье, не сданное в эксплуатацию. Мы видим, что в сентябре месяце стоимость квадратного метра достигла 340 долларов, что показало нам отрицательную динамику снижения стоимости минус 0,29%. Друзья, первичный рынок продается исключительно за национальную денежную единицу. Кто не знает, это гривна. Для вашего удобства мы переводим гривну по курсу национального банка, для того, чтобы вы могли сравнивать в динамике, что происходит на первичном и на вторичном рынке. Повторюсь еще раз, мы уже больше 8 месяцев констатируем факт снижения в долларах стоимости квадратного метра на первичном рынке города Чернигово. Это уже тенденции, которые будут продолжаться до конца года и весь следующий год. И в подтверждение моих слов мы рассмотрим еще один интересный показатель, который мы формируем на основании данных, которые получаем в службе статистики. Мы будем сравнивать количество сданных квартир за первое полугодие 2019 года с первым полугодием 2020 года. В целом по Украине, еще раз повторюсь, это уже тенденции, то есть долгосрочные явления. Было сдано в первом полугодии 2020 года 13 695 квартир, что на 19% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, где мы видим, было сданно в эксплуатацию всего лишь 16 913 квартир. Если говорить о Черниговской области, в первом полугодии мы видим сданно 148 квартир, в целом по Черниговской области, что на 69% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, где было сданно 488 квартир. Друзья, на самом деле, первичный рынок уже в 2018 году вошел в состояние кризиса. Все меньше и меньше людей покупали эту самую строящуюся недвижимость. И компании-застройщики вынуждены снижать с 2018 года все меньше и меньше вводить в эксплуатацию нового жилья. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные могут посылать нахер. Но если, друзья, у вас есть аргументы, вы также должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Не путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Еще, друзья, помните, о статистике и о недвижимости позаботимся мы. Вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и оплачивайте вовремя жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам. Продолжение следует...